Превыше всех. Иов, 37 глава, с 14 по 24 стих. Внимайся ему, Иов, стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков чудное дело совершеннейшего в знании? Как нагревается твоя одежда, когда Он успокоивает землю от юга? Ты ли с Ним распростер небеса, твердое, как литое зеркало? Научи нас, что сказать Ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено Ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится Ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред Ним люди и дотрепещут пред Ним все мудрые сердцем. Размышления, часть первая. Остановись и задумайся. Иов, 37 глава, с 14 по 19 стих. Слова Елеуя предвещают то, что скоро должно произойти. Иов все это время собирал доказательство в свою пользу. Словно готовился представить свое дело в суде. Однако Елеуэ напоминает ему, как на самом деле мал и незначительен он перед Богом, который управляет всем миром. Нам легко увлечься доводами Иова. Иногда мы настолько погружены в свою боль, что забываем о всеобъемлющей власти Бога, Его руке в нашей жизни и всего мира. Смелые утверждения Елеуэ должны заставить нас остановиться и исследовать свои сердца. Правда всегда в руках Бога, независимо от нашего мнения. И последнее слово всегда за ним. Как вы думаете, что в вашей жизни должно идти по-другому? Какие отрывки из Писания дают вам уверенность в том, что Бог слышит вас и с любовью направляет ваши пути? Размышления, часть 2. Бог свободен. Иов, 37 глава, с 20 по 24 стих. Речь Елеуэ подходит к концу, и он еще раз предостерегает Иова. Будь осторожен, иначе получишь то, чего просишь. Где Иов и где Бог? Их положение настолько отличается, что смешно даже сравнивать. Иов надеется встретиться с Богом лицом к лицу, а сам даже на солнце не может смотреть дольше одной секунды. Иногда мы думаем, что заслуживаем от Бога больше того, что Он нам дает. Нам кажется, что мы имеем право на большее внимание от Него. Книга Иова, однако, четко показывает, что Бог нашим приказам не подчиняется. Он абсолютно свободен. Иногда нам, верующим, просто нужно довериться Ему, Его силе, справедливости и праведности. Возникало ли у вас желание встретиться с Богом лицом к лицу. Когда и по какой причине? Как вы можете сочетать в молитвах уважение к суверенности и свободе Бога и стремление к Его любви? Молитва. Небесный Отец, Ты велик в Своей сущности и творении. Видя дела рук Твоих, я в смирении склоняюсь перед Твоим правлением. Помоги мне верить и доверять Тебе, ведь я не могу контролировать события вокруг себя и свое будущее. Оно сокрыто от меня. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok